Творческая энергия дизайнеров Audi бьёт ключом. Изначально семейство концепт-каров со словом «Сфера» в названии включало три машины – Родстер, Седан и Минивэн. Но когда вся троица была завершена, оказалось, что вообще-то идей хватит и на четвёртую машину. Тем более, что она выступает в исключительно востребованном сегодня сегменте купе кроссоверов. Так на свет появилась «Сфера» номер 4, а точнее, Audi ActiveSphere. Назвать эту машину кроссовером не вполне правильно, просто более точного термина ещё не придумали. Дело в том, что задняя часть кузова оборудована откидным бортом и необычным задним окном, которое с помощью электропривода можно сдвинуть вперёд. В этом случае ActiveSphere превращается в подобие пикапа. Более того, предусмотрена специальная перегородка, которая поднимается позади второго ряда сидений и надёжно отделяет пассажирский салон от грузового отсека. То есть машина действительно превращается в пусть и странный, но грузовичок. Внушительные 22-дюймовые диски способны менять форму на более аэродинамическую, когда машина движется по шоссе. Это позволяет сделать концепт экономичнее. Вместо фальш-радиаторной решётки прозрачная панель, которая даёт возможность непосредственно из салона видеть, что происходит перед бампером. Но самая интересная особенность Audi ActiveSphere — интерьер. С первого взгляда понимаешь, что с ним что-то не так, но нужно несколько секунд, чтобы понять, что именно. Пока все автопроизводители увеличивают размеры и количество дисплеев, в Audi ActiveSphere их нет вовсе. Отсутствует даже приборная панель. Что делать? Надеть очки дополненной реальности, которые покажут водителю и приборы, и органы управления, взаимодействовать с которыми можно голосом и жестами. Силовая установка демонстрирует возможности перспективной платформе PPE. Поэтому у концепта солидные, но уже вполне реалистичные характеристики. Мощность пары электромоторов без малого — 450 лошадок. Крутящий момент — более 700 ньютон-метров. Батарея на 100 кВт-часов обеспечивает запас хода в 600 километров. А 800-вольтовая электросистема даёт возможность поставить заряжаться постоянным током мощностью аж 270 киловатт. Естественно, ни о каком серийном производстве речи не идёт. Но этот электрический полный привод, пневмоподвеску и прочие технические характеристики мы увидим уже к концу года на серийных автомобилях платформы PPE. Субтитры подогнал «Симон»